добрый день дорогие друзья ну что у нас сегодня прекрасный интересный эфир поговорим мы про наши фиты чаи тема эфира чайная церемония и друзья пожалуйста очень прошу поделитесь вашими личными предпочтениями вашими личными фаворитами какие вы любите чаи и по действию и по вкусу в ассортименте действительно очень много это вполне себе оправдано потому что родина корпорации это алтай экологически чистый район мира даже можно так сказать и используются в составе наших фито чаев дикоросы то есть те травы которые выросли естественным путем не на специальных плантациях более того эти почвы никогда ничем не были обработаны и поэтому они сохраняют и отдают растения всю их биологическую на все их биологическое наполнение важное вкусное полезное первозданное поэтому конечно же фито чаи наши сами по себе шикарный продукт но более того вы прекрасно понимаете что если вы например захотите создать свои чаи и даже вот на даче любим мы собирать листочки например я очень люблю лист смородины свежий вместе с лист листочками мяты или мелисы но вкусно свежий классно действительно но более того все равно наш организм такие чаи действуют и это хорошо но есть равно специфические моменты специфические условия и одно растение нужно собирать допустим утром другое растение важно собирать вечером одно растение необходимо собирать только в определенные месяцы другое в другое время и очень важно понимать в какое время как правильно собирать как правильно хранить как правильно обрабатывать у нас Здесь все собрано по технологии, рецептура выверена просто до миллиметра-миллиграмма. И вы знаете, что действие наших чаев подкреплено клиническими исследованиями, которые подтверждают, что это действительно чаи прицельного действия. Друзья, вот я вижу, Дмитрий Гостик пишет, чай, но не самый вкусный и полезный. Чай, но не да, но мы говорим сегодня про нашу другую линейку, чай прицельного действия, но не, конечно, фрукт-суперфуд, и в нем одном собрано такое количество биологически ценных веществ, что действительно это нужно огромную такую корзину разных веществ собрать, чтобы все вместе они обладали столь мощным составом. Более 150, по-моему, биологически активных веществ, 16 из 20 аминокислот, и но не, конечно, уникален в этом. Но говорим сегодня про наши чаи прицельного действия, про детоксикационную программу, и тоже жду, конечно же, ваших комментариев, обратной связи, какие же вы любите. По очереди поговорим и коротко расскажу про каждый из них, но что еще общее их объединяет. Смотрите, какая система у нас здесь тройной защиты. Коробка. Внутри каждой коробки два пакета. Внутри каждого пакета уже в фильтрах пакетов, фильтр пакетов чей. У меня, кстати, было бы странно, если бы я выходила в эфир про чай без чая. У меня здесь чай с дудником китайским и красной щеткой для женщин. Попозже про него тоже скажу несколько добрых и приятных слов. Сезонная терапия. Самый любимый, вкусный, еще очень полезный чай. Да, очень многие, кстати, сезонную терапию начинают пить, ну вот, собственно говоря, там где-то с 1 октября, и пьют каждый день до такой уже стабильной летней погоды. И правильно делают, потому что, в принципе, наши продукты, они направлены для того, чтобы сохранять и приумножать то, что у нас есть. То есть это профилактика, это инвестиции в свое здоровье, в свое состояние. Напоминаю, что у нас есть вот такая брошюра «Рецепты красоты и здоровья». Можно посмотреть на сайте, каждое направление отдельно, либо все вместе скачать. Но здесь и детоксикационная программа, поддержка сердечно-сосудистой системы, свободное дыхание, антистресс, всего более 30 программ. И здесь тоже самый важный момент. Все наши чаи так или иначе включены в эти программы. Но даже есть такой момент. Друзья, вот если я права, пожалуйста, напишите мне, что я права. Если не права, то поспорьте со мной. Я знаю, что очень многих людей, когда вообще речь заходит про инвестирование в свое здоровье, про хорошее самочувствие, про то, что человек себя должен заранее обезопасить, всегда есть некоторое сопротивление. И обычно, если человек себя хорошо чувствует, то у него вроде как и запроса такого нет. Но ведь действительно самое важное – это нам закрепить. Вам нравится, как вы выглядите, вам нравится, как вы себя чувствуете. Ну, сохраните это, закрепите это. Вот зафиксируйте на этой точке, которая вас устраивает. А если что-то не нравится, то дайте организму все те инструменты и ресурсы, для того, чтобы он сам имел возможность наладить свою работу. Потому что мы же знаем, что у нас не работает отдельно мозг, отдельно кожа, отдельно внутренние органы. Все взаимосвязано таким образом, что мы даже не всегда, и даже врачи, мне кажется, не всегда осознают, насколько все вместе связано между собой. И чем прекрасны еще наши программы здоровья, что вам здесь не нужно думать о том, как мне принимать те или иные компоненты, те или иные продукты, потому что все расписано. Комплекс для глаз ситоурин – 15 дней. Взрослым по одной капсуле во время еды. Если не указано утро, день или вечер, значит, это не имеет принципиального значения. Или… Так, ну я сейчас просто хочу примеры найти, чтобы было указано, в какое время сить. 30 дней по одному стакану, например, фито-чай в программе восстановления функциональной активности почек и мышевого пузыря, а фито-чай почечный 30 дней по одному стакану, один раз в день, во второй половине дня, с 17 до 19. То есть, если есть временное указание, оно не случайное, это не прихоть какая-то, это как раз для того, чтобы все друг другу помогало и работало хорошо. Какие-то органы нужно разгрузить, какие-то нагрузить. А если написано «в течение дня можно чай», сколько раз в день можно? Вы знаете, есть чаи, например, почечный, которые очень так прям активно влияют на… Например, у меня у мамы моментально идет эффект, мочегонный такой. Тут все-таки нужно понимать, да, что как реагирует ваш организм. Я, например, просто заменила чай и дома пью, и на работе тоже пью просто какой-то из наших чаев. То есть, что у меня по программе идет в данный момент, и все. У меня лежит упаковочка. Я покупаю, допустим, фито-чай. Одну достала, отнесла домой, вторую сохранила на работе. И все, и пью по мере необходимости. Ну, все-таки, если есть указание, что пить во второй половине дня, то можно, конечно, пить и в первой половине дня, только смысла будет не очень много. То есть, это будет, ну, такой просто полезный, приятный чаек, но без какого-либо дополнительного свойства. Так, ну, давайте, наверное, по порядку-то и пойдем. Фито-чай тибетский сбор. Вот его можно назвать, знаете, такой общий, общий оздоравливающий чай, потому что здесь у нас очищение, оздоровление важнейших жидкостей организма человека, лимфы и крови. Такое общее укрепляющее действие. Рекомендован к применению и в детокс-программах, и программах поддержки здоровья. Здесь у нас зверобой, цветы ромашки аптечной, почки березы, и цветы бессмертника. И еще важный момент. Вы понимаете, да, вы видите состав, но если вы соберете то же самое, те же самые компоненты, соедините их, то вы не получите того действия, которое здесь есть. Очень важно, как собраны, где собраны, как обработаны, как высушены, как подготовлены, как измельчены, как хранились и в каких пропорциях составлены. Поэтому, несмотря на то, что они по такой демократичной цене, несмотря на то, что они такие, ну, казалось бы, это просто чай. Нет. Действие подкреплено клиническими исследованиями. Действие подкреплено огромным количеством, огромным количеством положительных отзывов. И они действительно очень классно работают. Так, идем дальше. Это чай очищающий с девесилом. Цель восстановления основной функции толстой кишки выведения шлаков и токсинов. И применять его, как раз вот, его лучше пить во второй половине дня, даже после восьми вечера. То есть, в принципе, уже после того, как вы и поужинали, вечерний такой приятный ритуал, чаепитие, все насладились. В программе детокс базовый он используется. Фито-чай для сосудов с клевером. Здесь у нас укрепление, очищение стенок сосудов для защиты от атеросклероза, брикозного расширения вен и, в общем, работа с сосудами во всех его проявлениях и направлениях. В первой половине дня с десяти до часу два стакана нужно выпить. Во второй половине дня, после семи вечера, еще один стаканчик этого чая. Вообще вот я тоже пью по очереди разные, либо смотря, если я какую-то программу прохожу, то в рамках этой программы выбираю чай, либо просто я точно так же с женскими чаями поступаю, по очереди просто их пропиваю. Может быть, это, конечно, кстати, неправильно, но это лучше, чем ничего. Фида-чай почечный. Здесь у нас профилактика и лечение воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей. У кого есть такие проблемы, точно знают, как они, с чем они сопровождаются, какими ощущениями. Эти ощущения дискомфортно достаточно, и хочется от них уйти. Вот с причиной этих дискомфортных ощущений эти чаи тоже хорошо работают. Здесь у нас рекомендация после пяти вечера с пяти до семи использовать этот чай, пить этот чай, для того, чтобы он именно свое основное действие выполнял. То есть, чтобы не просто был приятным вкусным напитком, а именно работал для восстановления и поддержания работы почек. Фида-чай для печени с расторопшей. Сейчас вам тоже его покажу. Ну, в принципе, здесь не перепутать. Здесь такие названия, что перепутать сложно. провести детоксикацию, снабдить печень нужными биологически активными веществами и восстановить энергетический потенциал при интоксикации в том числе. Если есть какое-то отравление, если человек немножечко приболел, то, в принципе, вот эти чаи, они тоже как хороший такой способ освободить свой организм от шлаков и токсинов замечательно работает. И, кстати, пока не забыла, могу забыть этот момент. Вы знаете, что такое водный режим? И часто говорят, но вода это вода, суп это суп, вода это вода, суп это суп, а чай, кофе это тоже, собственно, не вода. Это к продуктам питания. Так вот, чай действительно нельзя приписывать к себе к водному режиму, но травяные настои можно, фито-чаи тоже можно. Это входит в ваш водный режим в том числе. Фито-чай желудочный с алтеем создан для улучшения состояния слизистой желудка, нормализовать пищеварение. И здесь у нас тоже приятный состав. Корни дудника китайского, листья бадана, семена льна, листья мяты, перечные, трава цикория, цветки ромашки, корневища и корни солодки, корни алтея. Приятный вкус, приятный. Вообще, наши чаи, они обладают таким заметным, ощутимым вкусом, который можно описать, но при этом для меня, например, он не забивает мой рецептор, и у меня нет ощущения, что прям активный какой-то такой, прям насыщенный, травяной вкус. Нет, приятный, деликатный, очень комфортный вкус. Более того, вы знаете, что фильтр пакета можно настаивать несколько раз, но если с нони, можно, конечно, и три раза настоять, потому что очень дорогой продукт, то наши фиточи я настаиваю максимум два раза, потому что, мне кажется, у него действительно крайне демократичная цена, и что уж на этом-то экономить. Поэтому первый раз, если мы даем настояться в районе пяти минут, то второй раз, заваривая фильтр пакет, мы даем настояться в районе десяти минут, чтобы больше отдал своих полезных свойств и процесс экстракции проходил спокойно. Так, фиточай женский, женская коллекция, четыре чая. Кто, друзья, скажите, пожалуйста, в инстаграме кто-то из тех, кто сейчас у нас в эфире смотрел прямые эфиры с гинекологом Баргаритой. Пожалуйста, я не сказала, в какие часы пить с расторопшей для печени, да? Сейчас скажу. С расторопшей, с расторопшей, не помню уже. Во второй половине дня лучше вечером, то есть конкретных временных рамок не указано, а желудочный салтеем наоборот, вот проснулись и прям с самого утра с семи до девяти вот в это окошечко хорошо попадать. Так, фиточай с дудником китайским, лобазником для женщин. Ну, здесь, вы знаете, это наша грудь, наше все, чтобы она себя чувствовала спокойно, без волнений, без неприятных проявлений, просто профилактически пропивайте, пожалуйста, фиточай, китайский, лобазником для женщин. Здесь, кстати, в женских чаях нет каких-то таких ярко выраженных рекомендаций по времени, поэтому просто в любое время пейте. Можно пить несколько чаев одновременно? Да, можно. Смотрите, допустим, даже если вы будете пить, к примеру, очищающий салтеем с утра и фиточай для печени с расторопшей вечером, вам никто не запретит о днем вообще можете пить женский чай. Да, можно пить одновременно. Я сейчас пью с красной щеткой, другие буду выписывать. Так вот, к чему я сказала по эфир с нашим гинекологом. Дружественно наша компания настала, и знаете, какой один момент очень важный был? Она сказала, что очень поддерживает и считает крайне важный подход вот именно с травиной, травяной, потому что есть действительно очень женские растения, которые, казалось бы, ну это просто растение, просто травка, но какое положительное влияние феноменально оказывает на женский организм или на правильно собранные сборы. и она была в восторге от сбора, от состава, от действия фиточаев. И мы провели несколько с ней эфиров, вы можете найти их в инстаграме, услышать ее личный отзыв, но я вам перескажу своими словами, что так грамотно подобраны именно в каждом фитосборе те растения, которые в нем есть, настолько это правильно с точки зрения вот именно гинекологии, с точки зрения того, как работает организм, ей приходилось, то есть сейчас заказывают наши фитосби, ей приходилось самой в аптеке покупать разные сборы и собирать подобный сбор для себя, но это все равно не то, и поэтому, когда она увидела, насколько здесь подобран состав, она была в полном восторге. Поэтому, друзья, и, кстати, у нее, у самой мастопатии она пользует сейчас секрет благодатных вершин в качестве дополнительного средства, которое облегчает ей процесс восстановления и лечения и тоже прислала свои положительные смайлики, слова спасибо и куча поцелуев, поэтому это тоже приятно. Это чай с дудником китайским и красной щеткой для женщин. Так, здесь у нас тоже нет каких-то рекомендаций по времени. Поддержка здоровья женской половой сферы, предотвращение мутаций клеток, предотвращение развития доброкачественных опухолей. Ну, скажем так, если у вас не было кист, то и не надо. Вот я вот так скажу, поэтому тоже с профилактической точки зрения обязательно используйте этот чай. и следующий наш фито-чай с дудником китайским и боровой маткой для женщин. Мне кажется, что он, наверное, самый такой хитовый чай, потому что боровая матка просто у нее уже популярность, у самой боровой матки как такой женской травы и вполне не себе заслуженно. Ну, этот чай можно, если коротко назвать, чтобы не было воспалений. Не хотите себе воспалительных процессов в организме, они и так неприятны, а в женской сфере, в женском здоровье так тем более. Поэтому предотвращение возникновения и развитие воспалительных заболеваний, поддержка иммунитета, поддержка эндокринной функции желез. Так, здесь тоже нет особых рекомендаций по времени в течение дня. Вот, не то совсем получается, если сам собираешь, пробовала? Да, конечно, тем более мы даже в аптиках не знаем, кто как и когда собирал чаи. Очень важно время, даже время суток, в которое было собрано сырье, как оно хранилось, как оно измельчалось, как оно измельчалось до такой степени, чтобы сохранить максимальное количество всех полезных компонентов. Ну, и под финал именно женских чаев с дудником китайским и шалфеем для женщин. Девочки, у кого сейчас период, когда, ну, так скажем, предклимакса, это чай обязательно. Девочки, у кого у мам период, у свекрови, у сестер период предклимакса, обязательно чай шалфеем снимает вот эти приливы, снимает вот это вот состояние, когда в жар бросает, когда потоотделение усилено. Это просто незаменимая вещь. Незаменилище. Ну, и поддержка женского здоровья в период климакса, облегчение течения климакса, снизить уровень приливов, раздражительность, поддержать гормональное равновесие. Используется, конечно, в программе здоровья плавный переход, то есть, как раз создана которая для комфортной, для комфортного входа в менопаузу. Друзья, опять же, прошу вашей обратной связи, поделитесь, пожалуйста, кто смотрел эфир в инстаграме про менопаузу. С Мариной Валентиновной 11, большой, длинный эфир, по-моему, он часа полтора, может быть, даже два идет. Приятный чай на вкус. Есть много положительных отзывов, это да. Любовь Фещенко приятный чай на вкус написала. Любовь Владимировна, добрый день, рада вас видеть в эфире. Очень люблю чаи. Друзья, вот я вижу ваш вопрос, и сейчас я отвечу по поводу цирроза печени и вообще других заболеваний. Сейчас несколько слов про два наших классных мужских чая. Скипрем и Мелисой попозже, скипрем и сабельником для мужчин. И здесь основная функция это поддержка мужской поддержка мужского здоровья. Это, конечно же, поддержка здоровья предстательной железы, воспалительных при воспалениях мочевого пузыря, мочеточника и так далее. Мужское здоровье, просто общими словами, поддержка мужского здоровья это важный чай. И у нас есть второй чай скипрем и Мелисой для мужчин. И вы знаете, что он, конечно же, мужской, но женщинам его тоже можно, потому что его основное свойство мягкое, седативное. Успокоиться, расслабиться. Но почему он в мужской программе? Потому что женщины стрессуют каждый день ситуативно, а мужчины очень глобальны очень глобальны, и очень о большом всегда. И еще плюс давлеет вот эти стигмы, что мужчина плакать не должен, мужчина все должен удержать в себе, он ответственно взял, понес и собрал ответственность за всех и каждого. И это очень вроде как бы правильно по-мужски, но с точки зрения его же здоровья это не очень правильно, поэтому вот как раз хито-чайский прием и Мелисе для мужчин замечательно с этим справляется, чтобы хорошо спал, чтобы хорошо отдыхал, чтобы не крутил в себе кучу переживаний и мыслей. Просто как... И еще знаете, чем хороши мужские чаи? Женщины, поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями, как легко мужчина проходит какие-либо программы здоровья для мужского здоровья, легко ли уговорить мужчину на программы здоровья, а с чаем гораздо проще. Друзья, по поводу вопроса с цирроз печени можно пить печеночный чай? Проконсультироваться со специалистом, проконсультироваться со своим врачом и если он одобрит, то да, конечно, можно. Я подозреваю, что хуже точно не будет, но обязательно консультация с врачом, если есть заболевание. При гепатите С лучше чай с боровой маткой пишет чай. Друзья, при заболеваниях, когда есть диагноз, когда есть уже четкий план лечения от врача, обязательно советуйтесь. Не потому, что чай плохой или не поможет, потому что есть определенные схемы лекарств и поскольку активный состав, он может просто противоречить друг другу. И обязательно, обязательно. Это хоть чай, но это активные компоненты. Это, ну, не просто воды попить, скажем так. И здесь я вам ничего такого не скажу, кроме как, если есть заболевание, всегда консультируйтесь с врачом. Друзья, и, конечно же, чем еще прекрасны наши фито-чаи, уже затрагивает вопрос. Вот есть момент, человек вроде хочет заняться своим здоровьем, но ему либо лень, либо денег жалко, либо кажется, что, ну, как-то это все очень муторно, с утра одно, в обед другое, вечером третье, неделю продержусь, и потом не буду этим заниматься. Вот фито-чай это как раз та история, которая вообще не требует никаких подвижек в вашем плане жизни. Просто замените свой обычный чай, который вы и так пьете, на фито-чай. Все. Плюс одна полезная привычка в вашем рационе, и это уже будет оказывать свой положительный эффект. Даже просто фито-чай, плюс такая демократичная цена. Таежный фито-йод есть, щитовидная железа, но я надеюсь, что все-таки консультация с врачами была. Друзья, вот-вот женские чаи, они все так или иначе работают на это, на восстановление гормонального фона в том числе. Так, что-то я вам еще не сказала. Друзья, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, то говорите. Надеюсь, что эфир был сегодня полезен. Да, вот классно. Фито-чай, таежный фито-йод. Очень хорошо для щитовидки. Мой опыт. Там же еще разные гипотариозы и наоборот. Человек всех болезней укрепляет иммунитет сосуды здоровья. Друзья, ну что, я так смотрю, вопросов нет, поэтому будем завершать наш эфир. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что делитесь своими отзывами. И я вижу, что делать репосты эфиров к себе это тоже очень здорово. Пожалуйста, будьте здоровы. Всем прекрасного настроения. гипотариоз. Ну, я все-таки действительно не врач, поэтому покажите, покажите наши чаи своему специалисту, своему эндокринологу. Скажите, что вот у нас есть вот такие чаи, пусть она посоветует вам и, возможно, для себя тоже на заметку возьмет. Просто рассказываю историю и уже, наверное, не первый раз рассказывала. У меня у папы был неврит лицевого нерва. Ну, как был, все равно частично он и остается. Два года назад, наверное, от кондиционера. То есть полностью парализована одна половина лица и непонятно, что дальше, плюс еще человек в возрасте. Две недели в больнице, плюс процесс восстановления. Слава Богу, и большое спасибо. Я дико удивлена, что в нашей просто поликлинике, которой, ну, по адресу проживания относятся родители, такой был грамотный подход. Был очень классный врач, был очень классный невролог. Ему назначили иглорефлексотерапию, у него была физиотерапия, у него был массаж лица. И это полгода, вот каждый день, каждый день. И я дала список тех биологически активных добавок, функциональных комплексов, которые у нас есть, расписала состав и попросила, чтобы папа с врачом проконсультировался, что из этого ему можно и нужно. И врач, я уже не помню, он несколько прям выделил, сказал, что это обязательно и выделил фукоидан. Он сказал, вот это вот просто, условно говоря, вот теперь с этого дня и всю жизнь пить. Комплексные действия, я понимаю, что это не только биологически активные добавки, это еще дисциплинированность моего папы, который каждый день делал себе самому массаж, гимнастику и его глазами водил. Он сейчас улыбается и брови поднимает, и у него восстановилась мышечная активность. Но фукоидан, например, и другие биологически активные добавки тоже сыграли в этом большую роль. Поэтому не бойтесь, консультируйтесь с врачами, потому что он, исходя из того, что уже сделано, может добавить и будет классный эффект. Самолечением заниматься не надо. У нас продукты для профилактики. Если требуется дополнительная поддержка с помощью БАДов, с врачом проконсультируйтесь, грамотный врач всегда подскажет, поможет. Эфир полезный, интересно? Спасибо вам большое. Девочкам-подросткам можно женские чаи? Я думаю, что вполне. Но с шалфеем не стоит, а остальные, да, с боровой маткой, например, точно можно. Ну что, друзья, большое спасибо. Сохраняю эфир. Всего хорошего и отличного вам четверга. Увидимся завтра.